Всем привет, друзья! В эфире программа «Култура». Меня зовут Сергей Колесников и мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Даниил Минаилюк, художник-аерограф. Привет, привет, Даниил. Здравствуйте. Итак, смотри, первый вопрос у меня такой. Конечно же, вначале стоит как-то поговорить о том, что такое аэрография. И вот что я нашел на таком популярном энциклопедичном сайте, как Википедия. Аэрографию там определяют именно так. Аэрография – одна из живописных техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Также может быть использован баллончик с краской. В таком случае, хотел тебя спросить, как у, собственно, специалиста в аэрографии. В таком случае, чем аэрография, собственно, отличается от граффити? Ну, вы знаете, я объясню, наверное, все просто. Скажу все за и минусы аэрографии и все за и минусы граффити. Аэрография отличается своей цветопередачей, пластичностью, объемом. Она имеет фотографическое такое свойство. Можно добиться при помощи аэрографии сверхтонких линий. Аэрограф имеет возможность добиваться линий до 0,15 мм в диаметре. Это даже тоньше, чем самая тонкая кисточка у художника. А граффити, оно не позволяет добиться таких тонких детализированных работ. То есть, если мы будем расписывать с вами широкие форматы или мелкие, например, телефоны, то аэрографом будет намного удобнее, намного качественнее выполнена работа. А у баллонов слишком конусообразное распыление. Мы не сможем добиться такой точно детализированной работы. Вот в этом, собственно говоря, и разница. Аэрография более точная, детализированная, более сверхчувствительная в плане того, что можно регулировать подачу краски, можно регулировать подачу воздуха в баллоне, собственно говоря, ни того, ни другого нельзя сделать. Аэрография относится более к изобразительному искусству, академическому. А не хочу сейчас никого обидеть, но граффити все-таки это уличный вид проявления своего творчества. И, наверное, оно уже никогда не добьется уровня такого изобразительного, как аэрография. Но ты наверняка начинал с граффити. В свое время я начинал с разукрашек. Помню, часто мы гуляли с мамой, я просил, чтобы она мне покупала разные книги. Я их срисовывал картинки с них, разукрашивал, после чего я поступил в студию художественную и там уже занимался. В принципе, с аэрографией я никогда не сталкивался по своей природе. И особо этому виду искусства никогда предпочтения не придавал. Не потому, что она мне не нравилась, меня больше впечатляли более детализированные, более фотографичные, реалистичные работы. Такие, которые захватывали дух. Ну и как ты впервые столкнулся с аэрографией? Была игра такая, Need for Speed. В свое время, я думаю, все дети в нее играли. Мне было тогда еще лет 10, и я помню, первый раз увидел изображение на автомобилях разных монстров, мистику и прочее. Мне это до глубины души поразило. Я долго и нудно мучился и сказал, как же добиться такого уровня, как это все делается, как на обычный кусок металла нанести такой рисунок. Ну и вот в свое время, будучи уже учащийся в Академии культуры и искусств Луганской, я столкнулся с этой техникой. При помощи отца мы нашли и купили первый аэрограф. И я начал работать в этой технике. То есть до этого я с граффити никогда не сталкивался. Просто смотрел на это, как на появление творчества людей, но не более чем уличное искусство. Я предлагаю сейчас просто посмотреть некоторые фотографии, которые Данил сам сделал со своих работ, чтобы у зрителей было более обширное понимание того, о чем мы сейчас говорим. Итак, вот пошла первая фотография. То есть я так смотрю, можно наносить изображение и на мобильный телефон, на любую поверхность? Любая твердая поверхность, абсолютно любая твердая поверхность, любые размеры, начиная с телефонов до обширенных стен, собственно говоря, заказывают и стены размером 5 метров на 4,20 квадрата. Вот мы сейчас видим это на стене, да, рисунок? Это на стене. Это размер этой стены приблизительно 3,5 метра и высоту где-то 3,80. Такой сребазный квадрат. Сколько занимает по времени? По времени. Каждая работа из них была на протяжении, ну, полторы недели, где-то полторы-две недели. Это если работать по 7 часов в день. Если же надо было более детализировано, более качественно, то надо работать где-то часов 12. Собственно говоря, все каникулы зимние и летние я провожу за этим делом с утра до вечера. Какие-то особые краски нужны для аэрографа? Ну, на этот счет у меня свое мнение. Я считаю, что надо использовать высококачественные материалы. Собственно говоря, украинский каринок очень скуден и беден на краске специально для аэрографии. То есть акаиловые краски на водной основе, которые не вредят здоровью, которые подходят и для металла, и для стенок, у нас фактически, ну, очень тяжело встретить. Конечно, есть... С чем это связано? Это связано с тем, что у нас развитие культуры в Украине на достаточном уровне, но развитие аэрографии как вида искусства недостаточно высоко. То есть не так востребовано. Специалистов очень мало, студий фактически вообще не так уж и много. Ну да, дело в том, что это сейчас не такая уж распространенная в сознании людей техника нанесения рисунка. Честно говоря, я слышал буквально несколько раз до эфира с тобой слово аэрография, приблизительно знал, что это такое. Ну вот видишь, для того и создана эта наша программа, чтобы просвещать, дорогие друзья, вас и нас. Ну вот мы сейчас смотрели фотографии из твоих работ, да? Я предлагаю сейчас посмотреть, как, собственно, эти работы и производятся на свет. Так скажем, у нас есть видео, на котором Даниил поэтапно производит свой шедевр. Так скажем. Даниил поэтапно производит свой шедевр. Даниил поэтапно производит свой шедевр. вот мы посмотрели да как происходит собственно нанесение рисунка да на твердую основу как мы только что об этом говорили такими специфистами специальными терминами да но хотелось бы слышать поподробнее вот можешь рассказать о технологии аэрографии поподробнее от от и до допустим у тебя есть заказ до на определенный рисунок есть уже мини эскиз до этого рисунка набросок есть поверхность на которой ты должен нанести рисунок что дальше начинается все если мы прописываем такой технологии как фай хэнд это работа от руки то тогда я начинаю просто предварительно тонкой кисточкой или тонким мелком просто набрасывать рисунок и потом при помощи аругов как обычно это делается расписывать его придавать ему объем вот порабатывать и доводить его до фотографичного уровня если же это пример машина или очень клиент хочет прям сверх точную детализацию как на фото то тогда мы делаем трафареты трафарет это просто черно-белое изображение картинки то который он хочет видеть ножичком его и за контуры делаю негатив и позитив то есть контур и детализированную копию и наношу уже при помощи нее рисунок на стенку и все равно потом в итоге в конечном счете мы видим фотографичный результат по трафарету легче работать по трафарету легче работать почему потому что уже как как бы если рука дрогнет если где-то там что-то отвлекает себя то можно все исправить предложить опять заново трафарет опять подвести подчеркнуть контуры и не ошибиться не залазишь на соседний цвет то есть можно делать определенные такие точные контуры линий а если работаешь фрейхена то есть техника прописи от руки то распыление сопла она конусообразная и она просто залазит на соседние цвета ну то есть идеально идеально тонких линий может иногда не получится тогда когда они нужны потому-то фрейд в этом случае очень полезен я понял наверняка некоторые средства уходят на покупку обновления поддержку эксплуатации оборудования ведь нужен компрессор как я понимаю да вот для аэрографа сам сама пиро это аэрограф да вот который мы видели во время демонстрации видео дорого ли это обходится но я вам скажу что не дешево вернусь к тому что рынок украинский касательно аэрографии еще недостаточно развит красок так как нужно их не существует правильных поэтому иногда не забивается плов то есть через что проходит краска она забивается приходится его часто заменять вот игла при нанесении при контакте с твердой поверхностью она может зацепиться и просто повредиться в принципе игла и само сопло стоит 90 до 200 гривен вот повредить ее можно буквально одним неловким движением и все зависит от того как бы сколько ты работаешь этим соплом в любом случае желательно в три месяца менять обновки делать какие-то то есть постоянно финансово уходит и финансовая поддержка касательно аэрографии постоянно присутствует иногда поверхностью для аэрографического рисунка а я так понимаю даже не иногда очень часто служит автомобиль поверхность автомобиля вот нет ли у тебя внутреннего опасения когда ты работаешь с такими заказчиками которые заказали рисунок на автомобиль ведь автомобиль это же не стена тут ни одно неловкое движение испорченный рисунок потом понимаешь сам пеняй на себя иметь дело с автовладельцами которые больше всего на свете любят свой автомобиль это как бы иногда очень опасно бывает из-за этого кстати в украине часто и не доверяют особо дорогие автомобили то есть всякие бмв лексусы и прочие модели которые сверх бюджетные они на рога все смотрят так скудно с презрением вот касательно того что да кому же догнать это я с вами полностью согласен недавно была ситуация когда я списывал стенку мне зазвонил телефон и отвлекся и упал со стремянки вот и поэтому так сказать полоса твоего падения текста короба просто был разбит игла и сопло было разбито помощью мы его заменили все хорошо то есть касательно автомобиле ну наверное я еще не расписывал настолько дорогие автомобили вот чтобы клиенты опасались за качество и уровень этой работы вот потому скажу вам что начинал наверняка с друзей да ну как конечно да первым кто отдал свою машину на стесание это был мой брат собственно вот есть я там на экспериментировал с цветами перекрашивал ему его 99 у него я ему перекрашивал лаком скрывал вот пытался добиться каких-то эффектов он остался доволен он остался доволен и как бы финансово это намного было дешевле чем если ввести в какой-то студии перекрашивать автомобиль то есть он недавно попал в дтп в аварию вот были заменены крылья заводские надо было их покрасить и вот поэтому он был доволен потому что результат был фактически каска была подобрана как заводская как думаешь почему автовладельцы заказывают вот аэрографические рисунки на своих ну часто в интернете мы видим и часто сами люди говорят что аэрография на автомобилях это как противогонное устройство то есть рисунок когда он нанесен на поверхность вскрыт лаком собственно говоря но автоугонщиков просто уже нет особого желания связываться такими автомобилями просто по сведениям по базе данных любой гаишник любой прохожий человек может указать пальцем на то что вот эту машину видели там то там то очень легко ее найти и просто ну это очень что ли ну привлекает людей собственно говоря приезжает машина очень дорогая на ней качественно выполнена аэрография это очень привлекает людей и еще очень важно что люди хотят все время выделяться из толпы если есть конечно же деньги потому что ну к примеру вам скажу что nissan альмера их сотни ездит по украине а то и тысячи десятки тысяч а nissan альмера которая скрыт светонакопительная светоотражающая краска неоновая когда она едет ночью она светится когда на нее светят свет светом проезжающие машины она дает отблеск приятный ночи в полном мраке она дает свечение то есть это очень как бы изысканно это очень как говорится круто молодежным языком и поэтому люди как бы все время стараются ну показать что они как бы достатки что это круто и выделяться из толпы ты можешь вспомнить самый необычный свой заказ самый необычный свой заказ кстати в интернете собственно говоря его не было это так был данный проект у одних знакомых и причем я особо не не остался доволен работой потому что была первая моя работа вот было это ванная в стиле подводного мира нанесена при помощи флуоресцентных красок которые днем мы имеем возможность видеть простые цвета а ночью вот при определенном неоновом освещении ультрафиолете они начинают светиться вот я там рисовал дельфинов подводные меры вот все пытался довести до фотореализма но она получилась немножко мультяшно вот это была первая работа я боялся я не знал техники даже знал как паранокарский каких пропорциях смешивать все это пришлось таким опытом вот то есть первая работа вот она была такая необычная знаете подводный мир светящийся будто фиолете в неоне люди приходили и так смотрели думают вау это было необычное удивление интересно особенно если учесть какие ванны и сейчас вот у наших граждан да мы часто и снимаем сюжеты по поводу жкх остального часто приходится снимать в ваннах то понимаю что не помешает аэрография нашим санузлам собственно скажи пожалуйста что чаще всего тебе приходится рисовать это абстракция или какая-то заданная тематика определенным в принципе в основном все любят ну если это парни если это авто владельцы мужчина не девушка то конечно же это мистика это мистика или сюрреализм накорняк это просто абстракция какая-то да действительно если же это девушки то конечно это более предпочтение каким-то я часто сталкиваюсь тем что божью коровку нарисовать или цветы или в японском стиле какую-то девушку лежащую там в цветах вот то есть такое розы цветы и вот такие как-то милые животные вот твоя любимая тематика вот что бы ты на своей машине моя конечно же любимая тематика все-таки как бы хоть и художник живописец но я очень сильно тащусь от мистики мне нравится конечно такие своеобразные образы воины такие мистические вот конечно на своей машине я бы фэнтезийные такие да ну да ну такие но более злостные то есть фэнтези в основном подразумевается какое-то такое относительно добрые сюжеты а я больше так люблю что-нибудь ты агрессивный автолюбителя но хотят бы тогда и машину соответственно такую авто агрессивно хорошо вопрос в общем а художник тебе как художнику свое время пабло пикассо сказал когда вместе собираются критики они говорят о теме композиции и идеи когда вместе собираются художники они говорят о том где купить дешевый скипидар существует стереотип что художника вот именно вдохновляет разгульная жизнь что вдохновляет тебя ну я так скажу очень коротко но попытаюсь изложить все свои мысли что в принципе вдохновляет меня когда я вижу качественную и работу какого-либо художника в основном меня вдохновляет пример творчество моих преподавателей они часто находятся с нами часто работают с нами я часто вижу как они работают вот и пытаюсь подражать им то есть это идет подражание или же я вижу в интернете как профессиональные или просто талантливые люди от бога до которых мой уровень к примеру не дотягивает я где-то смотрю учусь меня вдохновляет именно само искусство то есть я и живу как бы за счет того что я пытаюсь подражать максимальному реализму в искусстве разгульный образ жизни мне не грозит потому что у меня есть девушка которая безумно люблю и поэтому в принципе ночные клубы пытаюсь всегда тащить ее с собой где-то гулять без нее особо нет желания и время вы сами понимаете если будет по 12 часов в день и как бы не позволяет вот хорошо кто чаще всего является заказчиком твоего творчества вот портрет портрет твоего заказчика это всегда семьянин уже то есть осознанно заказывающий то есть где-то человек в глубине души уже хочет запечатлеть себя на память или выделяться из людей ему позволяет это финансовые советства ему хочется это сделать это приблизительный возраст где-то от 30 и выше вот очень редко подходят ребята молодые которые там хотят от телефончики расписать машины расписать стены ну и просто как бы не каждому даже молодому человеку до 20 лет разрешат родители расписать у себя стенку в спальне после его ремонта потому это всегда как бы семьянины уже люди которые создали свою семью они в основном делают подарки для своих детей или просто хотят украсить интерьер хотят сделать вот изюминку акцент потому что как бы хочется опять же выделяться из толпы вот ты говорил о том ну и и ты говорил и вообще это общественно что аэрография сам рисунок в аэрографии наносится на твердую поверхность до вокруг в нашем мире множество твердых поверхностей но если такая плоскость вот именно такая плоскость на которые бы ты мечта просто твоя нанести на нее этот аэрографический рисунок вот какая-то не просто стена простого дома а возможно я не знаю задняя стена верховной рады или что-то такое вот где вот я хотел оставить свой след ну конечно я бы глубине души всегда мечтал и хочу надеюсь когда-нибудь я воплощу это в жизнь взять света накопительной караской вот нарисовать на полностью трехэтажном здании расписать какой-нибудь красивый даже пускай это будет самый простой пейзаж чтобы он просто днем накапливал свет а ночью светился и люди проходили такая вот картина на целых три этажа собственно говоря впечатляла поражала своими масштабами и такой необыкновенной своим необыкновенным внешним видом ну и конечно просто бы хотелось уже побыстрее нам бы на бмб x6 поработать в стиле аэрографии потому что в основном заказчик это авто это советский автопром ну максимально это там 2170 лада приора может быть ну бывали там и nissan и приезжали альмэра 96 года а так чтобы современные уже серьезные люди пока они еще так с презрением смотрят на аэгар все еще побаиваются хорошо в нашем разговоре до эфира ты сказал что работаешь исключительно на донецкую область и пока не собираешься работать по луганской почему ну объясню на этот вопрос очень просто потому что в луганск очень тяжко и далеко перевозить оборудование собственно говоря компрессор наборы карасок спецоборудование какую-то возможно если это работа автоэмалями спецодежду и невыгодно людям платить за такси или самому приезжать забирать меня отвозить платить за жилье потому что ведь это сейчас я учусь в академии художественной и за меня в общежитии есть место мне предоставлено а так придется в дальнейшем снимать себе жилье это если здесь буду жить тогда это в принципе возможно а так я живу в макеевке по месту жительства намного легче и намного лучше потому что своим ходом добрался перевез оборудование и потом приехал уехал недалеко добираться а вы представьте если с макеевки или с донецка добираться в луган с каждый день этого сколько надо будет вставать и потом забирать привозить оборудование ну очень напряжно собственно говорю ну и просто пока заказов хватает донецке донецкой области в таких мелких городах недалеко от макеевки хорошо ты учишься в луганской государственной академии культуры и искусств вокруг тебя много художников я думаю ты с ними сталкиваешься много будущих художников много уже начинающих работать в профессии много состоявшихся что говорят среди художников про аэрографов престижно ли это вот считается среди художников быть художником аэрографом ну я вам скажу так что насчет престижа не знаю потому что всю жизнь аругов так вот он длинный такой тяжкий путь переносил пока не пришел к тому виду который мы сейчас можем его видеть в том виде которым он используется всегда то есть его считали механическим средством переносения караски на твердую поверхность никогда его не приписывали к живописной технике никогда как бы художников аэрографистов особо не называли там искусными мастерами своего дела вот да часто часто интересуются часто спрашивают за моя работа и за то как я это делаю или же просто нравится им но в основном это больше так обсуждение на фоне да поинтересуюсь больше как бы горячая тема которая вот появился все да и на фоне хочется просто пообсуждать спросить да но не но не более того луганске есть аэрографы я думаю что есть конечно же есть конечно знаком я не знаком да мне кажется что на таком вот меж как говорится областном уровне я думаю студии пока у вас здесь нет и в донецке студии нет и очень их мало где они находятся это только киев то есть это такой вид до искусства изобразительный который только вот начинать свое становление в нашей стране или может быть как за рубежом уже заканчивают там уже даже придумали станки такие которые наносят как говорили перед эфиром о них такие принтеры принтеры которые непосредственно без человеческого участия наносят как бы то есть там уже особо это утихомирилась то есть винилография вот это при помощи принтеров нанесения на автомобиль караски это у них уже укоренилась и в принципе если ты не хочешь платить за дорогую ручную работу то можно вариант подешевле выбрать у нас же покамец такого не позволяет обыдывание я думаю как бы никому это особо и не нужно потому что если аграфе не укоренилась то я думаю такие закупать дорогие оборудования для этого но не настолько автолюбителей найдется которые бы захотели свой автомобиль так расписать но и плюс аграфе передает свой шарм она передает 3d объем перспективу то есть глубину можно же говорю опять же всякие эффекты трюки делает наложение определенных слоев определенных красок которые будут светиться в темноте например на тех принтерах такого нет там база идет там просто 7 цветов 6 цветов если 12 цветов пример с хамелеонами оттенками которые наносятся но не более того то есть ночью не не светится таких до такого прям там техника еще не дошла но это уже есть у нас как бы даже о таком еще не говорит и мало кто знает ну что ж хорошо я надеюсь что аэрография не в мире не в украине не будет обезличиваться что все-таки принтеры не заменят живого человека тебе я желаю данил удачи творческих успехов спасибо что ты пришел к нам в студию спасибо вам большое ну а вам друзья как всегда желаю наметьте свою цель идите к ней саморазвивайтесь и тогда успех не заставит себя долго ждать это была программа культура пока